Кошмар! Добрый день! Кошмар! Ой, смотрите, даже попростреливает, что тут делать, когда это что будут делать, то тут валите и заново надо строить, уже все пообваливалось. Это вам было прямое попадание в дом, да? Ну, нет, даже вот это, вот это еще, вот эта штука. Торчит мина, хвостовик от мины до сих пор вот, до сих пор хвостовик от мины торчит здесь. Ну да, мы вот его как-то вызывали, так они сказали, да, это не страшно, можете и сами вытянуть, вот этих вызывали. Кошмар, это то, что осталось от вашего дома? Вот это осталось, да. Ужас. Просто ужас. Да, вот эти стенки, они все расшатанные, теперь уже ни гвоздя не забить ничего нельзя, потому что жужелка насыпется, все валится. А где вы сами находитесь, где вы? Мы на квартире. Уехали на квартиру. Муж 4 месяца, 4 месяца, как умер с инсульта. Это муж, получается, умер из-за того, что не выдержал вот этого всего, да? Ну я там знаю, вы не поторопируйте меня так сильно. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот сейчас мы приехали к этой женщине, которая живет на поселке Весово. И привезли ей продукты. Вот у нее недавно, 4 месяца назад, муж умер от инсульта. Спасибо. Это было благодаря одной женщине из Санкт-Петербурга. Есть такая Наталья Зорченко, она очень сильно переживает за жителей Донбасса и всегда им помогает. И вот сегодня, благодаря ее помощи, мы вас посетили и немножечко привезли вам продуктов, чтобы как-то помочь вам. Огромное спасибо, Наташа. Огромное спасибо, люди, которые... Спасибо, что еще есть люди, которые переживают за нас. Ой, как жизнь. Дальше сколько можно уже бегать. Кошмар. Вот так люди живут на линии фронта.